Уважаемые коллеги, вы приехали в район, который исконно был овощеводческим. Мы были садоводы, овощеводы, но в последнее время, после событий, которые прошли в 90-е годы, мы стали овощеводами по производству картофеля, лука, ну и других перцев, баклажан, но в том малых количествах. Мы сегодня рыбники на 6 тысяч гектаров под водой, 3,5 тысячи у нас сегодня занимаемся рыбой. Мы производим 5% рыбы от России. Россия в прошлом году произвела 168 тысяч тонн, мы произвели около 8. Поэтому есть вопросы у нас, вопросы какие? Сегодня на нашей территории находятся хозяйства такие, как Юзеф Николай Николаевич. У нас есть еще и сток, у нас есть манитей, но лидером по производству картофеля является Юзеф Николай Николаевич. Я хочу сказать, что урожайность, урожайность, мы, Ростовская область производит, в прошлом году произвела 660 тысяч тонн, мы получили, да? И всего Ростовская область. Из них мы почти 200 тысяч тонн. Поэтому есть у нас понятие, как производить, есть у нас люди. И я еще раз повторяю, что вы сегодня находитесь в хозяйстве, где человек начинал с нуля, и вот сегодня мы видим результат. Непростой, это труд, труд его, труд его команды. Но сегодня вот мы достигли таких результатов, о которых он говорит. Район небольшой по своей площади. У нас 146 тысяча, 66 тысяча всего у нас, будем говорить, земли, подсельхоз, продукции. Я хочу сказать, что в то же время мы производим, в прошлом году произвели 200 тысяч тонн зерна и практически произвели картофеля 200 тысяч тонн. Кроме этого, я назвал рыбу, все, если перечитать на гектар, мы, конечно, районы, которые производят примерно в рублях и в деньгах, примерно как производят эти районы большие, которые производят чисто только пшеницу, да, там, будем говорить, ячмень, пшеницу, зерновые в основном. У нас сегодня есть и проблемы, как везде. Николай Николаевич говорит, что есть проблемы и в семенах, потому что ему пришлось все начинать сначала. Мы потерялись с семенной, будем говорить, те предприятия, которые производили семена и приходили из Новосибирска провозить, со всей страны приходилось собирать, чтобы мы могли здесь вывести сорта, которые сегодня мы производим на нашей территории. Я хочу сказать, что районный сельскохозяйственный, основная продукция у нас сельхозпродукция, хотя на территории есть и промышленность, но основное сельхозпроизводство. И поэтому мы сегодня понимаем и говорим об одном, что картофель, вот здесь написано, второй хлеб, оно так и есть. И я еще хочу сказать, что наше хозяйство, им спасибо надо сказать, они не только производят, они еще и помогают нашим и пенсионерам, и ветеранам, чтобы помочь, обеспечить их хотя бы малой толикой в производстве, а самое главное, чтобы они могли кушать картошку, которую производим мы на своей земле. Я хочу сказать, что мы и по лугу первые в области, и я думаю, что все больше и больше будет развития получать овощеводство. Проблема одна. Семикаракорский район нанял 36 тысяч гектар поливных земель. Сегодня мы имеем где-то 12, расширяемся, и вот Николай Николаевич расширяет поливные земли. Если бы мы, конечно, достигли хотя бы 20 тысяч гектаров поливных земель, то бы мы продукции производили намного больше. Я очень рад, что вы сегодня собрались, я очень рад, что вы сегодня посмотрите одно из лучших хозяйств, я думаю, не только в Ростовской области, а самое главное, вы увидите, что и при той жаре, при той температуре, которая сегодня мы производим, и увидите продукцию. Это еще раз повторяю, это говорит о том, что и Николай Николаевич в хозяйстве, и его команда ежедневно, ежечасно занимаются производством. Вам спасибо, побыть на нашей земле, мы живем в красивом месте, у нас протекает дом, впадает Северский Донецк на нашей территории, впадает река САЛ, так что мы в одиною люди, и поэтому нам с собой велел производить продукцию на поливных землях. Вам еще раз спасибо. Спасибо, Виктор Николаевич.